Всем привет! С вами Универ Ньюз и я, Ирина Земскова. Итак, сегодня в выпуске. Промежуточные итоги подготовки к плановой проверке Рособранадзора обсудили на заседании ректората. В КФУ прошел отборочный этап 7-го международного инженерного чемпионата Кейс-Ин. Участвуя в новом проекте ТНВ, можно бесплатно учиться в КФУ и стать журналистом. 15 апреля состоялось очередное заседание ректората. Начиная его, ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров напомнил присутствующим о предстоящей проверке университета, которую проведет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. О том, какие еще темы обсуждались на ректорате в сюжете нашего корреспондента. О промежуточных итогах подготовки к плановой проверке отчитался проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Доклад проректора был посвящен наиболее существенным ошибкам, допускаемым научно-образовательными организациями, а также рекомендациям по организации практики, предусмотренной образовательной программой. Хочу обратить особое внимание, что студенты, отправляющиеся на практику, почему нужны договора? Потому что студент подпадает под юрисдикцию организации, которая проводит эту практику, то есть там возникают сложные юридические отношения между университетом, студентом и организацией принимающей, и все это должно быть оформлено в соответствующем договоре о проведении практики. Далее на ректорате обсудили мероприятие, организованное в 2019 году Департаментом по молодежной политике и приуроченную 215-летнему юбилею КФУ. Еще одной важной темой повестки стало формирование инновационной экосистемы университета. В разговоре идет о формировании инновационной экосистемы, то есть системы, которая мотивировала, способствовала, любые слова можно употреблять, инновационному развитию. Это в том числе и не только конкретные примеры по франсферу или по коммерсализации наших разработок, это в том числе и образовательная программа, это в том числе и внедрение в нашу клинику новых технологий. Понимаете? То есть мы должны создать такую экосистему, которая бы вынуждала нас заниматься этим делом. Проректор по инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин рассмотрел взаимодействие с партнерами из сферы IT, открытие новых лабораторий, магистрских программ, организацию производственной практики, а также предпринимательскую деятельность студентов. Мировая практика развития инновационных экосистем университетов показывает, что основным драйвом развития предпринимательства является студентом. И анализ успешных практик показывает, что важным звеном, если не основным, является именно проект на получение технологии предпринимательства студентов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что пока университет акцентирует свое внимание на привлечении нагородних студентов, из Татарсана в огромном количестве уезжают выпускники. И эта проблема должна как-то решаться, причем не без помощи университета. Мы должны создать инфраструктуру, где бы эти студенты, точнее уже выпускники, это наиболее активная часть, инфициозная часть, с которой кажется, что они все могут в этой жизни, могли как-то самореализоваться. Значит, нужно подобие технопарков для студентов, на первые пять лет. Закончил он, или там учится у нас пять лет, он там еще после окончания может локализоваться, работать. И вот об этом мы сегодня говорим, и, видимо, к этому пониманию придем, и рядом нужны общежития, которые, где бы они жили в этом периоде. Также в фокусе внимания оказалось сотрудничество с Узбекистаном. Как отметила в своем докладе директора Департамента внешних связей КФУ Ольга Вершинина, образовательные программы Казанского университета вызывают живой интерес у абитуриентов из Узбекистана. Чтобы повысить уровень узнаваемости КФУ в этой республике и повысить уровень качества абитуриентов, ректоратам была рассмотрена возможность открытия филиала КФУ в Узбекистане. По мнению ректора, открывая собственный филиал, университет получает и хорошую площадку для организации экзаменов у студентов этой страны. Продолжая разговор на эту тему, директор Института управления экономики и финансов КФУ Наиля Багугдинова коснулась вопроса двойных дипломов. Самое главное контроль языка. Мы же ведем на английском занятия для тех, кто обучается по программам Лондонской школы экономики. Здесь тоже это возможно. И для этого нам придется, конечно, за отдельную цену подготовить преподавателей там и где-то послать наших преподавателей. Но здесь даже реально не приезжая сюда представители Узбекистана, получить двойные дипломы. Завершилось заседание новостью, которую озвучил ректор КФУ. Стало известно, что филиал КФУ в Елабуге выиграл грант Министерства просвещения России на сумму в 2,7 миллиона рублей, которые будут потрачены на размещение и обучение иностранных студентов. Камиль Гемоздинов, Ленарда Влетьяров, Виолетта Абасова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялся отборочный этап 7-го международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». Участники решали кейсы в течение 10 дней. А сейчас им нужно было представить свои наработки перед жюри. Подробности расскажет наш корреспондент Анна Лазунова. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошел отборочный этап 7-го международного инженерного чемпионата «Кейс-Ин». Этот чемпионат в первую очередь призван популяризировать инженерные профессии. Профессии инженера-нефтяника, инженера-геолога. Мы участвуем в этом чемпионате, привлекаем наших студентам и даем им возможность через участие в таких мероприятиях повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. На отборочном этапе студенты, магистры и аспиранты защищают инженерные кейсы, посвященные актуальной проблематике реального предприятия. На решение кейсов ребятам отводилось 10 дней. Экспертное жюри – это представители ведущих нефтегазовых компаний России. Они оценивают выступления команд и выбирают победителя. Создание такой платформы, на которой студенты могли бы получить свою карьерную траекторию, свое карьерное развитие, потому что на этой площадке объединяется очень большое количество работодателей, которые предлагают различные варианты практики, стажировки и трудоустройства для будущих молодых специалистов. В прошлом году основной темой было развитие Арктики, а в 2019 году чемпионат посвящен единой теме сезона – цифровая трансформация. Цифровизация актуальна, конечно, и для антигазовой сферы, где накоплен очень большой объем цифровых данных, которые надо хранить, анализировать, перерабатывать. Победителем каждого отборочного этапа становится одна команда, которая получает право принять участие в финале чемпионата. Он пройдет в Москве 30 и 31 мая. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Казанский федеральный университет имеет богатую историю. В университете сосредоточено множество ценных материалов. Для знакомления с ними организуются выставки. Об одной из таких наш следующий сюжет. В Казанском федеральном университете открылась выставка «Бессмертие народа в языке», посвященная Дню родного языка в Республике Татарстан. Выставка организована Музеем истории и отделом рукописи редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Прежде всего мы обратили внимание на материалы по татарскому языку и, конечно же, по другим народам, коренным народам Республики Татарстан. Конечно же, это и финно-угорские народы, и братские тюркские народы. Так что вот в двух витринах мы сосредоточили грамматики, буквари, азбуки разных языков. Материалы, ставшие экспонатами, выставки были созданы в Казанском университете и Казанской гимназии. Также представлены работы великих татарских просветителей Каюма Насыри, Галимжана Ибрагимова, Хусаина Фаисханова и многих других. Артем Дупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Телеканал Новый Век во второй раз проводит конкурс для тех, кто хочет стать профессиональным журналистом. По результатам конкурса Айдана ТНВ ребята станут студентами КФУ и будут учиться бесплатно. А после окончания вуза им гарантировано трудоустройство на главном телеканале Республики. Конкурс проводится в период со 2 апреля по 17 мая. Все подробности далее. Продолжается прием заявок на конкурс Айдана ТНВ, по итогам которого будут определены три победителя. Обладатели целевого гранта на обучение в КФУ, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по направлению журналистика, по профилю новые национальные мидиамультимедийная журналистика с последующим трудоустройством в телекомпании. ТНВ впервые, на моей памяти вообще в истории медиаструктур в нашей стране, стал инициатором того, чтобы формировать, да, пока не очень большой, но все-таки уже последовательно из года в год заказ на своих будущих специалистов. Три человека в прошлом году. Сейчас через конкурс они отбирают очередную тройку претендентов на право учиться здесь. На грант могут претендовать не только учащиеся выпускных классов школ, но и выпускники средних специальных учебных заведений, носители татарского языка. Победители первого конкурса Айдана ТНВ уже учатся в КФУ. Я довольна своей учебой в Казанском федеральном университете. Здесь созданы все условия для реализации себя как журналиста, хорошего специалиста в будущем. Помимо теории мы занимаемся и практикой, посещаемся различные мастер-классы, пресс-туры. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом все новости. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся.